Здравствуйте! Сегодня снова у нас выпуск с Алексеем Ракшой. Будем обсуждать коронавирус. Мы обычно здесь про демографию говорим, но вот нельзя пропустить протекающие события. Городской мэр Москвы, по крайней мере, говорит о том, что все достаточно плохо, всех призывает к сознательности и говорит, что точно город не закроют, поэтому многие готовятся к закрытию города, само собой. И вообще, как-то вот угроза коронавирусная, судя по реакции официальных СМИ и остальных средств информации, она как-то вновь появилась неожиданно в России. Ну, неожиданно, как минимум, для чиновников и официальных лиц. Алексей, здрасте. Расскажите, пожалуйста, вот вы активно наблюдаете сейчас за тем, что происходит, за различными показателями. Есть ли повод для беспокойства, оправдано ли то, что нам говорят о достаточно сильной угрозе, которая сейчас идет от коронавирусной инфекции в России? Достаточно близки к истине, ситуация ухудшается, ухудшается достаточно быстро. Может быть, не так быстро, как весной. Но у нас впереди все холоднее и холоднее погода, все больше и больше скоплений людей в помещениях. У нас впереди очень непростое время, к сожалению. Это как-то внезапно произошло? И вот как так? Нам же говорили, что все победили, что, значит, больше ничего нет и все стало хорошо. Или это следствие чего вообще, вот нынешняя ситуация? Я думаю, что это закономерно. Большинство исследователей были правы, что и этот вирус тоже носит некий сезонный характер. Может быть, не такой ярко выраженный сезонный, как вирус гриппа, но у нас после каникул приехали с отпусков все, может быть, где-то там перезаражались, у нас дети пошли в школы. Больше стало людей в транспорте и заражения пошли вверх. Сейчас пока еще погода хорошая, допустим, в Москве и в центральном округе, но чем хуже будет погода, тем больше людей будет концентрироваться в помещениях и тем лучше будет передаваться вирус. А зимой в сухих закрытых помещениях вирус будет передаваться еще лучше, как естественно. Поэтому мне, если честно, страшно то, что будет впереди. Я думаю, впереди будет очень плохо. А в целом о каких цифрах и порядках мы говорим, опираясь на официальную статистику и опираясь на какие-то неофициальные вещи? Давайте я подговорить мои оценки лично. Я думаю, что у нас из-за ковида на сегодняшний день умерло людей примерно, может быть, 1080. Если бы не комит, эти люди бы не умерли. А всего избыточная смертность по разным оценкам, смотря как считать, она составляет где-то от 85 до 105 тысяч человек на сегодняшний день. Даже больше, может быть, и 20 даже. А по официальным данным это сколько сейчас примерно? Это 21 тысяча. 21 тысяча. На сайте StopCoronavirus.RF на сегодняшний день, на утро, 21 тысяча или 22 тысяча. А по Росстату на конец лета это 45. И если бы, допустим, Росстат мог оперативно опубликовать статистику, то на конец сентября бы он опубликовал 53-54 суммарно накопленным итогом за весь период. И мы это увидим только, к сожалению, в самом начале ноября теперь. То есть даже данные Росстата говорят о том, что другая официальная информация по стоп коронавирусу, вот это другое детище возглавляемое так называемым доктором Мясниковым, они как-то искаженная картинка у них даже по мнению Росстата, точнее по цифрам Росстата. Да, конечно. Печально то, что вот эти якобы официальные данные Роспотребнадзора и стоп коронавируса идут и в статистику ООН, ВОЗ, и задним числом они не правятся, и они внушаются нам, нашему населению во всех каналах, во всех СМИ. И, если честно, стоп коронавирус добавляет в слово официальный такую, знаете, пренебрежительно негативную коннотацию. То есть вот, к сожалению, я как специалист, я понимаю, о чем я говорю, у меня слово официальный вызывает раздражение, усмешку и аллергию, и очень большую роль в этом сыграла статистика стоп коронавируса РФ. Ну, у меня, как у журналиста, да, похожая реакция, но специалистами я не являюсь. Скажите, пожалуйста, а разница между вашей оценкой, да, от 80 тысяч и Росстата, она откуда берется? Она берется из-за того, что многие врачи, патологоанатомы, может быть, под давлением своих глав врачей, под давлением Минздравов областных, не пишут ковид ни в одной из четырех строчек медицинского свидетельства о смерти. Это форма 106У-08 или пишут ее в пятой строчке. Ну, то есть по, скажем так, настоятельным рекомендациям и очень убедительным просьбам высшестоящих товарищей, они просто не пишут этот диагноз, либо не берут тесты, либо учитывают то, что пациент не успел пожаловаться на здоровье перед смертью. Ну, там много причин, на самом деле. Критерии очень жесткие, к сожалению, чтобы попасть в официальную статистику. А если и вот так все с Росстатом, и вот так все с сайтом StopCoronavirus.RF, откуда тогда вы черпаете данные для своего анализа? Нет, ну Росстат, конечно, гораздо правдивее. Я же сам работал в Росстате, я примерно понимаю, как эти данные собираются. Я знаю, где там. В чем там проблема? Проблема, конечно же, не в Росстате. Росстат просто берет данные системы EGR-ЗАГС. В систему EGR-ЗАГС данные загружают ЗАГСы. ЗАГСы не могут ничего придумать. Они тоже загружают то, что к ним пришли либо родственники умершего, либо законные представители умершего, принесли им вот эту вот медицинскую справку о смерти. Форму 106.0.8. Что в ней написано, то они просто берут в электронную форму, заводят и забивают в эту систему. Все, ЗАГСы тоже ничего не придумают. Весь подлог, все искажения идут в больницах. И, как бы, допустим, путь оттуда до Росстата я знаю. А вот путь оттуда до сайта StopCoronavirus.RF я не знаю. Я не знаю, как там придумываются эти цифры, кто их сочиняет, какой там штаб делает Think Tank. Но эти люди не очень умные, скажем так. И как вам удается, соответственно, дойти до других цифр? Избыточная смертность. Самый лучший способ, конечно, выяснить тяжесть эпидемии, это понять, насколько людей умерло больше в каждом месяце этого года, чем, допустим, Ливель в прошлом году, или в среднем за 5 лет, или в среднем при сохранившейся динамике за последние годы. Тут три способа есть. И еще есть разные способы определения, за какой период. То есть можно либо с начала года смотреть общую сумму умерших, разницу между в этом году и в прошлом году, либо смотреть за 4 или за 5 месяцев. То есть за те месяцы, с которых ковид реально стал распространяться, потому что в марте ковид только-только начинался, только в Москве, и еще мало народу успело умереть. Но я думаю, что к концу марта даже в Москве умерло там пара десятков человек, может быть, там. Ну, не больше 100 точно, это ни о чем. — Давайте немножко поговорим о графиках, о цифрах, на какие показатели сейчас вы смотрите, какие вам кажутся интересными, потому что нам много чего сообщают. Это и сколько новых случаев, и госпитализации в кои-то веки открылся, Сергей Семенович, если мы говорим про Москву. Госпитализации, которые называют важным параметром для понимания, насколько медицинская инфраструктура справляется. То есть, что сейчас для вас наиболее интересно, что вы считаете сейчас наиболее важными, для каких целей, естественно? Для цели понимания масштаба эпидемии, масштаба проблемы и, соответственно, прогнозирования того, что будет происходить дальше. — Давайте начнем с конца госпитализации. К сожалению, Сергей Семенович с конца июля перестал публиковать числовую табличную статистику по числу госпитализированных, по числу выявленных вне больничных пневмоний, по числу имеющихся ковидных коек и проценту их заполнений, по числу выписки. Все это у нас пропало как раз в конце июля, когда статистика пошла вверх. И как раз после этого на сайте СтопКронный Версер РФ мы увидели изменитую собеденскую полочку, когда, грубо говоря, пацан сказал, что не будет больше, чем 650-700, и как пацан сказал, так пацан и сделал. И у нас целый месяц не было больше 700 случаев ковида в Москве. На это мы все смеялись. И до этого, конечно, были, конечно... — В смысле, в смысле не было регистрации? Да, я просто проясню для слушателей на всякий случай, что случаи-то были, просто они не отражались никаким образом в статистике. — Нам просто, да, тут тупо нарисовали по линейке график 695-690-8-691-693. Ну, это было смешно. Это было достаточно тупо, неожиданно, тупо для Москвы. Я-то раньше думал, что, может быть, Москва, конечно, не врет, но она врет так искусно и так замечательно, что, допустим, я не могу прикопаться к этому. Потому что Москва может себе позволить нанять специалиста за, я не знаю, за 200 тысяч, за 100 врать красиво. Но это было, конечно, очень некрасиво. Это, видимо, считали некий вербальный сигнал от начальника, взяли под козырек и как умели, так и исполнили. Ну, а потом они решили нарисовать пробой этой полочки за счет Хамаровского края, еще нескольких регионов. Я вам отправил график, по каким регионам я подозреваю, за счет которых это случилось. Ну и дальше мы увидели резкий взлет. И у меня есть такое подозрение, что от нас, не то что подозрение, я почти убежден в том, что в Москве от нас скрыли небольшую августовскую волну, она была не очень большой. А сейчас заболеваемость в Москве, может быть, идет на подъем, но не так быстро, как нам показывают. То есть, возможно, нам показывают все честнее и честнее, я так думаю, в Москве. Ну, у меня есть такая гипотеза, например. Не могу ее не подтвердить, я проверю. То есть, доверия к сайту StopCoronavirus.RF у меня нет никакого абсолютно. Есть вероятность, да, что они начали показывать что-то близкое к правде, параллельно говоря о том, что смотрите, как все вновь стало плохо, да, и уходя от риторики того, что мы просто стали делать больше тестов и прочее, прочее. Нет, теперь открыто говорят, что все очень плохо, и, значит, следите за собой в первую очередь. Ну, что, наверное, произведет нулевой эффект, и учитывая, что несколько месяцев до этого людям рассказывали, как мы коронавирус победили. Ну, посмотрим. Вы знаете, во-первых, тестов действительно стали делать больше, это факт, это по статистике Роспотребнадзора видно, и вот была информация буквально на днях, что в Москве за сутки сделали 81 тысячу тестов, а до этого было 40 или 50 в прошлую волну. И к июню в России ежедневно делалось примерно 310 тысяч тестов, а потом к обнулению это число снизилось, и в июле оно было примерно 260-270 каждый день, а сейчас оно приближается к 400, то есть сейчас тестов действительно больше. Но и заболеваемость больше, есть такой хороший показатель, как, допустим, отношение числа выявленных случаев к числу тестов, которые были проведены недели ранее, ну, еще с недельным сглаживанием, я считаю, это неплохой показатель, сейчас он вырос с 1,7%, а до 3% продолжает расти, я вам тоже график этот отправил. И, кстати, вот то, что вы сказали, что нам сперва очень долго втирали, что якобы все замечательно, что это там замечательный вирус, что он не страшнее гриппа, и вот эти вот ужасные, совершенно позорнейшие бла-бла-бла от Мясниковой и от Малышевой, а теперь нам вдруг говорят, что все плохо, берегитесь. Я вот то же самое вижу с материнским капиталом, вот такую же совершенно, такую, я не знаю, фэсбэшную, дурацкую, такую вот меняющуюся пропаганду, из-за чего вообще все портится. То есть если вы что-то говорите, вы должны быть последовательны. А вот такие шарахания, это очень плохо сказывается вообще всегда и на всем. Про материнский капитал подробно мы говорили вот в этом видео, щелкните, посмотрите его, если пропустили. Хорошо, ну как хорошо, плохо. Надо сказать, что доктор Мясников, конечно, остается уверен себе, и теперь он говорит, что вирус распространяется сильнее, но стал, значит, менее, ну, меньше стал убивать людей, стал не таким опасным. Собственно, данные по смертности как-то подтверждают эту гипотезу псевдодоктора Мясникова или нет? Если Мясников не знает статистику России и смотрит на Европу, то он полностью прав. А в России все по-другому. В России число умирающих очень пропорционально числу новых выявленных недели, двумя неделями раньше. То есть у нас летальность вируса не снижается, у нас сейчас умирает все больше и больше людей. И если вот, допустим, завтра сегодня у нас какое число? Шестое, да, завтра седьмое. Вот этот ролик выйдет седьмого. И седьмого наши зрители увидят... Ролик восьмого выйдет. А, ну вот все. Люди узнают, что седьмого числа уже рекорд побит везде по всей России по числу новых выявленных. А рекорд по числу ежедневно умирающих будет побит вот-вот на днях буквально, я не думаю, в течение недели. То есть и смотрим мы на график ежедневно умирающих, официальный, конечно, график, который я бы умножал на три. Либо мы тот же график берем и сглаживаем недельный скользящий средний, который бы я тоже умножал на три. В общем, в случае снова приближаемся к майским, июньским, июльским максимумам по смертности. Я сейчас посмотрел на свежую статистику ЗАГС. И общая смертность в сентябре гораздо хуже, чем в августе. Большинство ЗАГСов показывают прирост числа умерших 16-20, даже 30% по сравнению с сентябрем прошлого года. В среднем по России пока что я ожидаю, что это примерно плюс 22%, то есть плюс 30 тысяч. То есть в сентябре, скорее всего, у нас умрет на 30 тысяч больше, чем в прошлом сентябре. И таким образом, избыточная смертность у нас точно превысит 100 тысяч уже по итогам сентября. А сейчас это уже 120 тысяч на текущий день, скорее всего. То есть все очень плохо. Я думаю, что в сентябре будет еще хуже. В сентябре может быть избыточная смертность от 30 до 50 тысяч. И дальше вообще какой-то кошмар. Не знаю. То есть может быть продолжительность жизни снизится даже ниже, чем 72 года, и 3-4 года ее роста пойдут коту под хвост. Просмертность, кстати, и ожидаем продолжительной жизни. Мы говорили вот в этом видео, его тоже обязательно посмотрите. Слушайте, перед тем, как мы поговорим о том, почему вообще это все происходит, почему именно сейчас, откуда эта новая вспышка. Ну понятно, что если не вспышка, а продолжение старое, то почему в таком масштабе. Перед этим хочу спросить вот про то, что вы сказали. Вдруг у вас есть гипотеза. Понимаю, что не ваш профиль, но тем не менее. Почему летальность, как и вы говорите, в Европе, она снижается, а у нас остается, ну, похожей на то, как будто мы снова в мае. В мае же никто ничего не знал. Ни мир, ни мы. Врачи не знали, чем лечить. Было ничего непонятно. Почему мы остались в той же точке, что и были? И, знаете, У меня есть такие предположения. Первое, что люди массово до сих пор не носят маски, не соблюдают меры социального дистанцирования, продолжают собираться, продолжают лично общаться, продолжают перемещаться массово в общественном транспорте. То есть они живут, как обычно, не задумываются. Потому что им очень долго внушали, что все замечательно, и так быстро мозги у людей не перестраиваются. Это первое. Второе. Протоколы лечения в наших больницах до сих пор далеко не оптимальны. А под нажимом, под каким-то вот лобби Минздрава прописывают пациентам совершенно бесполезные препараты типа орбидола, либо какие-то вредные, может быть, которые могут ухудшить даже течение хронических заболеваний в том числе. То есть, возможно, какие-то протоколы лечения в российских больницах до сих пор не оптимальны и не соответствуют лучшим мировым практикам и стандартам. Я могу это подтвердить даже своей историей. Не в смысле, что я болел, но у меня был очень близкий человек. И, значит, после того, как он вылечился, ну, человек достаточно молодой, моего возраста, поэтому прошло чуть-чуть без осложнений, я пришел в квартиру, потому что человек был на изоляции, на карантине, и я пришел спустя три недели и вижу, что стоит орбидол, и я спрашиваю, откуда появилось это здесь, зачем от себя. Казалось, что это действительно выдал врач. То есть, это происходило буквально месяц назад. Да, не где-то в начале. Хотя орбидол... Это коррупция. Да, орбидол и до месяца назад все было с ним понятно, уточнять пока не будем, пока нас не засудили. Но, в общем, если что, есть куча статей в интернете, зрители могут убедиться. Да, но сейчас мы зарегистрировали, рекомендуем, как использовать два достаточно мощных антивирусных препарата, эффективность которых не подтверждена большинством исследований, которые могут даже навредить больше, чем принести пользу, к сожалению. И, насколько я понимаю, одно из них московская мэрия будет еще спонсировать самостоятельно для больных людей. То есть, вот где она, эта самая лазеечка и возможная причина, почему, значит, оно было таким образом одобрено. Да, ну давайте теперь про то, что происходит. Собственно, откуда этот всплеск и откуда ваши прогнозы о том, что все будет еще гораздо-гораздо хуже? Смотрите, летом я спорил с Фавором о том, что у этого вируса нет сезонности. Я наблюдал за динамиками на экваторе. На экваторе действительно не было большой сезонности и от сухого-мокрого сезона в трофиках это тоже мало зависело. И до сих пор я думаю, что погода влияет на вирус не напрямую, а посредованную. То есть, вирус-то передается в помещениях в основном. А когда люди собираются в помещениях? Когда погода плохая. Либо слишком жарко, либо слишком холодно. Так вот, всплеск заболеваемости в Саудовской Аравии, в Пакистане, в Ираке, в Израиле летом означает то, что просто люди собираются в кондиционерных помещениях, а кондиционер высушивает воздух, а вирус лучше передается в сухих помещениях, как и грипп, как и почти любые РВИ. И сейчас, по мере похолодания, по мере наступления холодного сезона, все большее число людей будет собираться в помещениях. Все чаще будут включать кондиционер отопление. Оно будет работать, воздух будет все суше, вирусу будет передаться все проще. И еще спустя какое-то время у людей начнет, может быть, ослабляться природный иммунитет из-за того, что будет сокращаться световой день. Ну и плюс, конечно, закончатся школьные каникулы, что будет дальше, непонятно. В общем, прогнозы очень нерадостные у меня, скажем так. То есть сезонность, она проявляется не в смысле погоды, а в смысле того, как люди себя ведут, как они есть. Да, где они собираются, как они себя ведут. То есть здесь много факторов было, что люди перестали гулять из-за испортишей погоды. Условно говоря, да, я так это гиперболизирую, что дети вернулись в школу, студенты в вузы, стали все друг с другом собираться, чаще ходить, значит, в закрытые помещения. Понятно, что веранды, да, под дождем и в холод мало кого интересует, и это помогает распространению вируса. Понятно. А что касается бессимптомных носителей, а есть ли, ну это вообще такая давняя загадочная тема, ну как загадочная, а для многих не загадочная, но вот, так сказать, для обывателя многие споры продолжаются, есть ли бессимптомные носители, фиксируют ли их и есть ли какое-то изменившееся соотношение. В конце мая был приказ Минздрава о том, что регионы имеют право вообще не включать бессимптомных носителей в статистику, и регионы стали этим пользоваться не сразу, а по мере необходимости. То есть, видимо, как только в регионе. Хотели улучшить статистику, или если она там у них росла как-то неприлично, да, эти регионы как-то могли разом выключать бессимптомных, и мы это даже видим иногда на статистике. И в целом у нас с мая доля бессимптомных, то есть активно выявленных, среди всех выявленных снизилась с 45 до 25%, и плюс-минус такой же остается по сей день. Таким образом, если мы вычитаем бессимптомных и оставляем статистики только людей с симптомами, то есть там с температурой, с кашлем, то рекорд побит уже несколько дней назад, и сейчас ситуация уже заметно хуже, чем была на пике в мае, а если мы вычтем Москву, то она хуже чуть ли не в два раза. Если мы говорим не про Москву, а про другие регионы, насколько там, ну, потому что понятно, что много внимания, особенно в Москве, приковано к Москве, да, и к разговорам о том, что тут происходит, и о том, что может произойти дальше. Но если мы говорим про регионы, есть ли там какие-то интересные аномалии или наоборот общие тенденции? Ну, в регионах все хуже, чем в Москве. В среднем регионы, конечно, очень разные. Как я уже говорил, ковид это очень локальная история. Это даже не история одного региона, это история одного города. В разных городах в одном и том же регионе ситуация может быть достаточно разной, сильно отличаться. Яркий очень пример. Татарстан, где смертность начала расти с набережных Челунов, а потом перекинулась на место Татарстан. Вообще, самая плохая ситуация по избыточной смертности. Судя, у нас на Кавказе, а именно первое место Чечня, второе место Ингушетия, третье место Дагестан. То есть, прямо как и порождаемость. Этот регион дичь Дагестана, Ингушетия, Чечня, это такой исламский анклав России, где самые низкие уровни образования людей, где самые такие тесные родственные связи, где похороны, свадьбы и все проходят при огромном скоплении народа, где существуют традиции, где люди, в принципе, не верят, еще меньше верят какой-то официальной информации, где очень плохая коммуникация между властями и населением. И такой вот, грубо говоря, не вижу вируса, значит, его нет и не верю. Такое встречается еще чаще. Вот результат закономерного. Белорусский подход, как я бы его назвал, да? Да, Белоруссия ситуация хуже, чем в России. Если после этой тройки дальше идут Ямал-Ниньский округ, дальше идет Татарстан, ну, естественно, Москва, Московская область и Питер, Ленинградская область, потому что с Москвы и с Питера, собственно говоря, еще в апреле началась пандемия. И это нормально, что в большом городе-мегаполисе, в самом большом городе самая высокая смертность, это как бы, ну, такое почти во всех странах. То есть самая высокая смертность наблюдается либо в самом большом городе страны с хабами, то есть с аэропортами, либо именно в том регионе, откуда пошла пандемия. То есть второй случай, это случай Италии и Бразилии, например. Скажите, пожалуйста, хочу вот тут с неожиданного ракурса тоже зайти. Я сейчас много вижу людей, которые вот только-только начали открываться границы, появляются возможности, да, открываться не в том плане, что открываться, а в том плане, что для туристов, да, потому что долгое время и до сих пор в огромном количестве стран въехать в целом можно, и даже есть рейсы, но только если у тебя там вид на жительство и прочее. Но есть какие-то туристические места, например, Турция, которая сейчас активно зазывает российских туристов. Есть ли там, я просто помню, что в одном из наших разговоров, вот, кстати, он здесь по ссылочке будет, когда, собственно, Алексей Ракша предсказывал все, что происходит сейчас, употреблю это громкое слово. И вы упоминали, что Турция, она, например, не очень хорошо вообще борется с коронавирусом, и даже сравнивали ее со Штатом не в абсолютных числах, а в масштабах. Сейчас вот в этом регионе в Турции конкретно что-то поменялось? Они скорее ближе к Европе, где летальность меньше и вообще лучше все работает? Или они ближе там к нам и к другим странам, которые не очень, так сказать, восприняли всю серьезность? Я думаю, что Турция ближе к нам и к Ирану. Они рисуют статистику так же, как и мы. У них явно сглаженная рисованная статистика, как и в Китае, как и в Иране, как и в Саудовской Аравии. То есть эти страны почему-то считают нужным как минимум сглаживать недельные скользящие средние, как максимум рисовать статистику. Я, кстати, сам побывал в Турции вот в сентябре. Ну, в хороших отелях там приняты меры безопасности. То есть там, ну, видно, что как-то люди ведут себя, конечно, очень культурно и цивилизованно. Ну и, конечно, вот такая жаркая погода. Если ты приехал отдыхать, стараешься находиться на улице, на воздухе, риски не очень большие есть. Ну, естественно, особенно под солнцем, под прямым. Поэтому, ну, я не могу осуждать, конечно, тех сограждан, которые туда едут. Я сам туда съездил, потому что все закрыто, хочется как-то отдохнуть, в жаре. Я думаю, что в наших курортах ситуация гораздо хуже. У нас гораздо хуже соблюдаются и меры, и так далее. Но, в принципе, в Турции летальность пониже, чем... Ну, не очень сильно от нас отличается, и я бы тоже турецкие статистики очень сильно бы не верил. Вы знаете, у них же... Я думаю, что в их интересах тоже ее занижать, чтобы к ним больше ездили люди. В Европе вот это не настолько нужно. В Европе есть другие источники все-таки доходов в целом. Ну и там другая система, там все-таки будет демократическая система, при которой вот такая ложь, терпимость к такой лжи, толерантность к лжи, она гораздо ниже. То есть, такая откровенная ложь, она тут же будет подхвачена и высмеяна, и будет скандал. А у нас привыкли, что государство врет. К сожалению. Эх, жалко, что у нас нет рекламной интеграции какого-нибудь туристического оператора. Хорошо, задам вам еще несколько вопросов. Я собирал вопросы к этой нашей записи с вами, и призываю к этому же людей, которые будут смотреть наш ролик в комментариях. Задавайте ваши вопросы, связанные с демографией, с населением, с чем угодно еще в этой тематике в комментариях. Я вот в этот раз собирал в Твиттере именно по коронавирусу и отобрал несколько достаточно популярных, которые повторяются из разу раз. Марина М. спрашивала, имеет ли отношение к реальности полочки Собянина и Беглова? Выглядит как фальсификация, но ведь и спад действительно был. И почему он был, этот спад? Спад был в Москве точно так же, как в Нью-Йорке. То есть, во-первых, все-таки сработал этот карантин самоизоляция. Во-вторых, люди тоже испугались. В-третьих, видимо, вирус ведет себя достаточно похоже. По крайней мере, в крупных городах, то есть, за достаточно резким всплеском идет достаточно ощутимый мощный спад. Дальше, если всплеск был супермощным, как в Нью-Йорке, возможно, последующий подъем получается очень слабым, потому что реально очень большое число людей, особенно активно перемещающихся и общающихся, переболело. В Москве явно переболел не такой процент людей, как в Нью-Йорке, поменьше. Поэтому вторая волна, она может быть сильнее, плюс у нас и климат холоднее, и солнце у нас меньше. И, во-первых, да, и, конечно же, от нас скрыли вот эту небольшую августовскую волну вот этой полочкой, а в Питере сейчас вообще анекдот. Там уже на протяжении недели даже больше официальное число выздоравливающих, то есть, выписываемых из больниц составляет ровно половину от числа новых выявленных. То есть, это фактически такое зеркало с уменьшением в два раза. То есть, если вы разделите число новых случаев заболевания в Питере пополам, если оно четное, то четкое, если оно нечетное, то плюс-минус один. И посмотрите в число новых выписанных в этот день, вы увидите, что это число есть. Так не бывает в реальной жизни. Конечно же, но это же рисовки. Более того, это такой вот смешной анекдотический случай, но таких вот всяких нюансов их очень много. Я могу больше двух часов рассказывать, почему и как у нас рисуют. Я вижу, как у нас в шашечке играют соседними регионами по алфавиту, как у нас там дублируют цифры. Там очень много разных методик, и они все просчитывают достаточно быстро. Это все настолько очевидно, мне, по крайней мере. Ну, это и смешно, и грустно. То есть, видно, что в этих цифрах нету правды вообще. Алексей часто пишет об этом в своем фейсбуке. Ссылку на его фейсбук я оставлю в описании. Там вы сможете практически в прямом эфире наблюдать за тем, как Алексей обличает всевозможные рисовки и, соответственно, интерпретирует цифры. Значит, следующий вопрос от пользователя по никам Zoomlo. Насколько действительно школьники и студенты являются основными переносчиками, и как можно понять эффективность переноса обучения на дистанцион? Понятно, что не все в этом вопросе по вашему профилю, но наверняка, поскольку вы активно следите, у вас тоже есть мнение на этот счет. Да. Я видел исследования, они показывают, что из числа заболевших короной в сентябре более 40% заразились от своих детей, ну или сами дети заразились, в общем, больше 40% заражения произошло через школы и институты. Это по России или по... Это нет, это не по России, это по каким-то зарубежным странам, я сейчас точно не помню, но дети и студенты это очень мощный канал переноса коронавируса. Поэтому, конечно же, перевод... То есть по ним не очень видно, но они переносят соответственно. Да, 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 ну, собственно говоря, это не секрет, это не новости, об этом писали еще весной и это только подтвердилось, поэтому, конечно же, перевод обучение удаленку это очень правильный и своевременный метод и тут вот при всей моей нелюбви к Сергею Семеновичу я считаю, что он заботится о нас, москвичах, все-таки в этом отношении лучше, чем... гораздо лучше, чем федеральный плюс заботится в целом о россиянах. Да, но, так сказать, он, мягко говоря, с низкой базы это делает, то есть на фоне того, что говорят федеральные власти и что они предпринимают, очень несложно быть, еще один вопрос Юлия Яковлева спрашивает, на какие источники информации имеет смысл опираться, чтобы понять, что происходит и к каким надо относиться с осторожностью, каким вообще доверять не стоит? Значит, по новым случаям заболеваемости самый лучший источник это статистика Яндекса по относительной частоте сравнительной новых коронавирусных, так называемых специфических коронавирусных запросов. существует некий набор запросов, которые в Яндекс забивают люди, заболевшие, то есть не чувствуя запаха, пропало обоняние, это самый лучший запрос, потому что на него не влияет медийность. То есть мои коллеги Борис Овчинников и Александр Драган исследовали динамику различных запросов и увидели, что какие-то запросы по ковиду они зависят от шума в прессе, они подпрыгнули в марте, когда еще ничего не было, а в прессе это уже во все было, а потом они упали. А есть такие, которые вообще не зависят от прессы, то есть которых в марте практически не было и в апреле, но которые дальше вели себя очень похоже на динамику смертности, например. Но динамик смертности спустя два месяца, естественно, после этого. Поэтому необходимо... То есть есть какая-то верификация этой методологии, когда мы смотрим сейчас ретроспективно, что действительно там, где выросли эти запросы, потом оказывалось, что действительно была вспышка. Да, то есть лучшие показатели это вот динамик. Но это нужно, конечно, обладать методом. Я, кстати, сам не влезал, но я просто смотрю, цитирую этих людей, которым я доверяю. То есть это относительная динамика вот этого специфического самого лучшего запроса ковидного. Я не чувствую запах или пропало обоняние в сравнении с тем же, что было месяц назад и в доле от общего числа запросов именно из этого региона. То есть какой процент составляет вот именно такой запрос от числа всех запросов из этого региона и динамика этой доли к тому, что было месяц назад. Вот такой хитрый способ. И он реально показывает заболеваемость. А потом спустя два месяца мы в отчете Росстата видим избыточную смертность наибольшую как раз в тех регионах, где был сам большой процент таких запросов. Все. На всю остальную статистику нужно смотреть уже со скептизией. Ну, можно смотреть на Росстат, конечно же. На избыточную смертность по Росстату можно смотреть с очень большой степень достоверности. Это практически уже точные цифры, сколько вообще всего людей умерло в этом месяце. И даже Росстат вот по всем четырем колонкам своих ковидных отчетов ежемесячных я думаю, что показывает 70-80% реальной смертности от ковида. Ну, а на Роспотребнадзор и СтопКоронавирус можно заходить только специалистам, а всем остальным использовать принцип «не влезай, убьет». Ну, и последний уже завершающий вопрос задам. Самый несерьезный в том плане, что немножко, конечно, гадание на кофейной гуще. Но, как вам кажется, закроют ли Москву, закроют ли Россию, вернут ли режимы нерабочих дней? Потому что, с одной стороны, мы видим, что ничего их не смущало в голосовании по поправкам все равно его провести и в дальнейшем говорить, что все было хорошо. С другой стороны, мы видим, что какие-то официальные лица прям бьют тревогу, особенно Сергей Собянин, и говорят, что да, все очень плохо, призывают гражданской ответственности и сознательности. Но, очевидно, если людям три месяца до этого рассказывали, что все уже хорошо, то вряд ли внезапно появится какое-то понимание социального дистанцирования остальных мер. К сожалению. Я думаю, что местным властям просто разрешили беспокоиться и пугать, тревожить народ. Им просто разрешили. То есть, обнуляться не нужно, парад проведен. Все. Можно теперь даже говорить, наверное, правду. Я даже вижу, что риторика новости изменилась, я вижу, что риторика российской газеты изменилась. Я сегодня был на НТВ. Ну, то есть, что-то меняется. И, возможно, разрешили показывать, ну, не показывать прям всю правду, но начать хотя бы аккуратненько об этом говорить. После того, что уже погубили столько людей, и, видимо, теперь ничего не мешает. Но, конечно же, после такого никто не доверяет уже официальной пропаганде власти по статистике. Тем не менее, я думаю, сейчас ситуация действительно очень тревожная. И как будут поступать местные власти, если честно, я не знаю. С одной стороны, сразу понятно, какой эффект ковид оказал на экономику. С другой стороны, как бы понятно, что как-то все-таки нужно сохранять наши жизни. Потому что наша жизнь это не приоритет для государства все-таки по факту. Значит, первое это обнуление, второе это парад, а дальше вот либо экономика, либо жизнь. Ну, экономика или жизнь это дилемма во всех странах. В Швеции, допустим, не смогли ни того, ни другого обеспечить. Сами знаете. США тоже очень в плохой ситуации, как к этому относится Трамп, вы тоже знаете. Если честно, я не берусь предсказывать действия наших властей, но реально Собянин достаточно адекватный менеджер в этом отношении. Вот он уже сказал, что нужно 30% в работе, отправить на удаленку. Я думаю, что будут постепенно вводиться все более и более жесткие меры, но не так резко, как весной. Есть понимание, что такое этот вирус. Все-таки протоколы лечения, по крайней мере, в Москве были улучшены. Все-таки в Москве построено там как минимум два больших ковидных новых госпиталя. Остальные можно легко перепрофилировать, опыт уже есть. Плюс аппаратов ИВЛ сейчас больше, но эти аппараты, в принципе, мало полезны, если нет специалистов. Плюс уже специалисты научились работать с ковидными больными. То есть ресурсов системы здравоохранения сейчас больше, особенно в Москве. И поэтому при тех же показателях зараженности, пораженности, заболеваемости можно закрывать меньше либо позже при росте. Вот насколько будет большим рост, это вопрос. И, к сожалению, наши власти не знают правды, потому что врут-то на местах по статистике и до них уже эта картина доходит с большим опозданием. Ведь Росстат дает статистику в правительство по умершим и от пневмонии, и от ковида, и с ковидом, и как угодно, ежедневно, но очень закрыто в режиме ТСП. Это секрет. Вернекай сама уничтожила тот канал информации, который мог бы ей давать адекватные представления о масштабе проблем. По большому счету, да, она получается с большим опозданием данные об уже умерших, когда уже поздно, то есть спустя два месяца. Спасибо большое. Алексей Ракша был сегодня у нас на канале в гостях. Как и каждый четверг говорим про демографию, в этот раз вот про коронавирус. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях ваши вопросы, да и просто комментарии. Также подписывайтесь на Facebook Алексея. Увидимся с вами через неделю. Всего доброго. Спасибо, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok